слава эликсиру повторяйте эту мантру каждый день и так продолжаем изучать эликсир продолжаем наслаждаться эликсиром продолжаем пропагандировать эликсир даешь эликсир массы и так и так и так и так где мы в прошлый раз остановились а мы остановились на анонимных функциях перед тем как перейти из оболочки какой-нибудь код модули в какой-нибудь идее я хотел бы вам продемонстрировать еще одну возможность которую мы можем использовать в интерактивной оболочке это вот видите я здесь прописал строчки то есть строчка 1 это у нас 1 строчка 2 это у нас 2 строчка 3 это 3 вот это интерактивная оболочка она запоминает значение значение каждой строчки зафиксили зафиксили теперь давайте давайте напишем допустим мы хотим воспользоваться значением каждой этой строчки для этого мы используем следующий следующий синтаксис то есть мы берем буковку в и скобочках пишем номер строки которые мы хотим взять то есть берется значение этой строки и вычисляется если надо мы берем значение значение этой строки в данном случае 1 2 3 то есть мы ожидаем увидеть 6 и вуаля 6 6 6 ворке 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 в прошлый раз я вам не сказал но скажу сейчас как выйти из интерактивной оболочки как вы видите здесь советую нажать контроль c много раз вот я жму жму и ничего не происходит ничего не происходит вообще ничего не происходит что можно сделать можно вызвать функцию перланговской перланг хальт хальт и завершить вот таким образом можно выйти если у вас возникают какие-то проблемы может быть конечно у вас контроль c не работает обой работает но лично у меня вот такой метод стандартный который везде советуют жмите контроль c несколько раз и у вас и у меня не работает у меня операционка windows причем старая семерка так 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 с этим разобрались теперь мы собственно двинемся дальше а двинемся в сторону модулей когда мы пишем свой код он ведь у нас со временем разрастается писать мы его в оболочке больше не будем и не можем смысл нам переписывать функцию каждый раз нам соответственно нужно где-то это наш код складировать код складируется эликсир в модулях файлах 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 и там мы прописываем специальные модули и в этих модулях мы прописываем наши функции вот таким образом мы организуем код в эликсире то есть модуль это можно сказать если сравнивать с op джавовским то это типа типа класса в котором мы описываем какие-нибудь обычные методы теперь давайте посмотрим как это выглядит на практике на практике на практике на практике очищу я тут запущу сразу интерактивную оболочку прежде чем работать я хотел бы немного поговорить об идее это конечно прекрасно что вы любите свой блокнот и любите в нем писать но я слабо представляю как вы напишите более менее серьезную программу без идея вы просто тратите свое время тратите его неэффективно так что по крайней мере подсветка подсветка синтекса очень сильно помогает какое идее выбрать к сожалению классная идея как для джавы типа идея да я люблю идею могу прорекламировать ее за бесплатно так вот вот идея для эликсира классной нет поэтому поэтому вам придется самим какую-то идея выбирать я например выбрал атом и мне нужно и вам нужно будет вам нужно будет подключить модули подключить модули соответствующие чтобы была подсветка синтекса по крайней мере лично я подключил следующие модули лангвич ой следующий плагин лангвич эликсир и подключил еще терминал чтобы просто чтобы было все в одном месте а не открывать отдельно командную оболочку окей сделаем теперь идем в наш модуль что тут важно мы должны сперва создать файл с разрешением ex вот я создал файл go hard go pro специально создал длинное имя чтобы подчеркнуть мы когда называем файлы мы используем snake нотацию то есть нижнее подчеркивание мы разделяем слова но когда мы создаем внутри внутри файлов модуля то есть наши наши большие блоки которые хранятся функция мы используем camel нотацию camel нотацию riblusion нотацию то есть мы слова каждое слово начинаем с большой буквы как вы можете здесь видеть чтобы наш модуль объявить мы используем слово dev модуля вы могли подумать что это dev модуль является каким-то зарезервированным словом но спешу вас обрадовать это у нас макрос 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 почему обрадовать потому что наличие макросов позволяет расширять язык по-моему это очень классная фишка конечно пользоваться ей нужен определенный опыт но сама возможность крайне важна не каждый язык позволяет взять и расширить самого себя и встроить нужные конструкции которые мы хотим так вот в ирланге это можно сделать в эликсире можно в клажуре в лисовских языках сделать в скале в скале в скале можно в принципе расширять язык но не таким естественным способом в java просто забудьте об этом в java вам нужно будет ждать чтобы сами сами создатели внедрили конкретные конструкции ладно теперь давайте перейдем собственно к самим модулем самим модулем что у нас в модулях как я уже говорил мы мы собираем наши функции мы в них модулях храним наши функции которые выполняют собственно наш код чтобы объявить функцию мы снова используем макрос с дев но на данном этапе в дев модуле вы можете думать что это некоторые зарезервированные слова в принципе да этого достаточно давайте создадим дальше у нас имя идет функции в скобочках мы указываем имя список параметров то есть допустим x1 x2 x3 потом пишем слово do которое открывает нам body body функции и обязательно в конце ставим n то есть заметьте то есть как модуль открывает тело с помощью слова do так и функция как модуль закрывает свой свое тело n так и функция теперь давайте просто выведем вот эти цифры 1 2 3 для этого для этого его видим x в строке x1 x2 x3 и для этого мы используем механизм интерполяция то есть что я имею ввиду мы вот используем вот такой вот интересный синтаксис и здесь мы можем написать x1 x2 x3 мне кажется интуитивно здесь уже все понятно что происходит и давайте запустим данную функцию чтобы загрузить данный модуль нашу интерактивную оболочку мы используем следующую команду мы пишем c и пишем имя модуля которое имя файла которое мы хотим загрузить поэтому пишем go hard go pro ex и вуаля наш модуль подгрузился теперь мы можем воспользоваться им мы хотим воспользоваться функцией hello для этого нам нужно прописать имя модуля go hard go pro и написать потом имя функции и передать ей соответствующие параметры допустим два три четыре и вуаля неправильно назвал функцию сейчас поправлю ведь у нас puts заодно узнаем как перезагружать модуль мы используем команду hard go pro заодно мы кстати увидели что эликсир использует вернее предлагает нам удобные подсказки как видите did you mean one of и здесь перечисляется так вот мы перезагрузили наш модуль теперь снова можем вызвать эту функцию и вуаля то что мы и ожидали теперь вы можете заметить что это функция нам вернула окей откуда вернулся вообще этот окей а окей этот вернулся от действия функции иопутс то есть иопутс возвращает окей обычно вот этот атом окей используется чтобы показать во-первых что функция отработала и что она отработала корректно окей 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 теперь я вам предлагаю немного углубиться и рассмотреть рассмотреть кейс стейтмент это еще одна из удивительных возможностей функциональных языков сопоставления с образцом если вы работали с каким-нибудь либо функциональным языком то здесь все понятно для вас будет а вот если вы его не встречали то могу сказать что кейс стейтмент очень сильно очень сильно напоминает свитч оператор свитч в джаве давайте напишем какой-нибудь пример и если вы даже джавой не работали чтобы было более-менее понятно допустим у нас есть функция некоторая стэп вам стэп стэп вам стэп вам которая принимает параметр и она допустим если икс больше нуля до окей и возвращает будет кортеж something wrong something wrong и пока не спешите я сейчас напишу вторую функцию и все объясню стэп то тут здесь никаких функций не принимает но здесь мы будем использовать кейс стейтмент кейс стейтменте мы здесь запустим функцию стэп вам на параметре 20 и и так сейчас я напишу и все объясню объясню те кто работал конечно функциональными языками им здесь все очевидно должно быть здесь я сделал небольшую ошибочку я я хотел написать окей а теперь давайте давайте проинспектируем все это дело и разъясним что происходит для начала я хочу сказать что я здесь использую сокращенную запись ифа поскольку здесь все умещается в одну строчку как мы видим эта функция принимает какой-то икс и если икс больше нуля то мы возвращаем возвращаем кортеж то есть кортеж это у нас некий контейнер из нескольких элементов обычно он у нас эммутабельный первым элементом мы возвращаем атом окей то есть мы как будто бы хотим сказать что наша функция отработала корректно и возвращаем само значение окей вторым элементом если меньше нуля или равно нулю мы возвращаем опять же кортеж в котором первым значением окей а вторым значением у нас стройковое значение мы как будто бы хотим пояснить что именно не так произошло хорошо теперь вернемся к нашей функции степ 2 и именно мы пытаемся понять что такое что такое кейс стейтмент кейс стейтмент это классический такой прием который используется в функциональных языках это значит сопоставление с образцом давайте то есть мы пишем кейс потом здесь какое-то значение которое мы хотим исследовать здесь мы запустим функцию назначим вот мы запустим функцию назначения она нам вернет что-то то есть здесь какая-то структура получится в итоге и мы хотим эту структуру исследовать то есть сопоставить ее с образцом то есть у нас есть множество образцов вот наши образцы и мы просто грубо говоря берем и сверяемся та ли у нас структура та ли у нас структура когда вы составляете свои программы вы должны описать все возможные случаи все возможные случаи которые структура этого может вернуть в данном случае функция вот у нас два варианта поэтому мы описали два иначе у вас программа свалится в какой-то момент в какой-то момент не по желаемому сценарию у вас все пойдет поэтому запомните когда вы используете кейс трейтмент вы должны рассмотреть все варианты так то есть мы здесь используем сопоставление с образцом теперь давайте по все это дело мы проверим как это все выглядит и запустим нашу функцию step то мне нужно импортнуть 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 где у нас импорт пишу гоу гоу про это импорт я пишу чтобы обращаться к функциям непосредственно а не писать через имя модуля и что мы видим вернуло 20 почему вернуло 20 давайте еще раз исследуем то есть я здесь беру запускаю вот эту функцию до 20 у нас здесь должно вернуться вот в итоге вот так вот это вот такой ответ у нас должен получиться у функции step 1 когда мы вызываем теперь мы вот эту структуру пытаемся вот допустим мы сюда ответ поставим чтобы было очевидно мы пытаемся эту структуру сопоставить с образцами с образцами и вот у нас образцы образец у нас в данном случае это во-первых это у нас кортеж то есть мы ожидаем нечто нечто в кортеже причем не в не в простом а кортеже двух элементов то есть не в таком то есть не в тройном не в четвером а именно в двойном кортеже где первый элемент обязательно окей а второй элемент ну он может быть любым нам это не важно поэтому мы можем написать его как value и потом это value мы можем использовать непосредственно скажем так для ответа другим возможным вариантом у нас может быть error то есть мы опять же пытаемся вот тут который ответ у нас получится сопоставить с образцом откуда мы знаем образцы потому что мы знаем какая какая у нас функция и что у нас может быть вернуться мы сами эту функцию создавали либо нам придется читать документацию и смотреть что функция какая-то конкретно может вернуть поэтому мы здесь смотрите мы снова ожидаем здесь кортеж опять же двух элементов поэтому мы заключаем квадратные скобочки которые говорят нам что мы здесь ожидаем кортеж а давайте сделаем даже не не кортеж а вот так вот давайте мы ожидаем список в котором первый элемент error а второй элемент у нас something wrong чтобы совсем понятно было то есть вот мы ожидаем мы ожидаем теперь список мы ожидаем что у нас ответ будет списком где первый элемент у нас error а вторым элементом нам особо не важно и мы его связываем с каком-нибудь просто с переменной связы которые впоследствии мы можем использовать для ответа и давайте продемонстрируем давайте попробуем вернуть вот это вот второе петление для этого я здесь просто изменю знак перезагружу теперь модуль и запущу функцию по новой нажимаем ошибся где здесь здесь то я оставил то же самое сопоставление с образцом но как и чтобы мы основе снова перезапустим модуль и снова запустим нашу функцию и вуаля мы получаем something wrong то есть вот что делает k-statement k-statement он исследует структуру то есть слева мы пишем структуру справа мы пишем конкретный ответ что еще важно у k-statement чтение происходит сверху вниз что это значит это значит что сверху мы описываем частный случай внизу мы описываем общие случаи то есть что я имею ввиду давайте давайте сделаем вот такое значение допустим если равно нулю чтобы продемонстрировать данное нежелательное поведение вот я создал специальным образом еще один statement но здесь я явно прописал что я ожидаю здесь конкретное значение то есть я ожидаю что вот эта функция вернет мне конкретный тупо который вот первым значением окей а вторым значением конкретно 0 вот если вы сперва общая потом частная то вы до частного никогда не даете давайте это я продемонстрирую но релоуджу и запускаю и как мы видим возвращается 0 то есть вот эта строчка срывает а я хотел бы чтобы вот эта строчка поэтому мне нужно поменять местами давайте сейчас опять делаю релоуд и запущу и вуаля zero вот так работает k-statement вот так мы строим программки то есть мы функции вызываем из функции k-statement мы используем для сопоставления с образцом но в будущем мы еще будем строить множество функций будем использовать множество скей кейс стейтментов если вам сейчас не очень понятно потренируйтесь еще и мы собственно еще неоднократно будем это использовать и пожалуй все хотя нет не все слава эликсиру